всем привет несмотря на то что фирма hawk производит всего лишь одну модель складного ножа по моему мнению этот нож просто великолепен и я с нетерпением жду появления какой-нибудь ножевой новинки от этой фирмы полноразмерную версию модели и x01 мы уже видели все тесты испытания этот нож выдержал самым достойным образом и в этом видео я хочу рассказать вам о уменьшенной модификации модели и x01 с клинком в три с половиной дюйма а также поговорить о материале рукояти которую хок предлагает помимо алюминия и конечно же о форме клинка танту которую они используют длина этого ножа в открытом состоянии 20 сантиметров и 3 миллиметра длина клинка ровно 9 сантиметров и вес 123 грамма и перед тем как я приступлю к обсуждению каких-то деталей этого ножа я просто обязан отдать ему должное в том что выглядит он просто шикарно это какое-то сочетание стиля и агрессии которые лично на меня производит очень сильное впечатление такому впечатлению конечно очень сильно способствует качество изготовления этого ножа когда берешь его в руки то смело можно сказать что здесь все просто вылезано придраться абсолютно не к чему надо вот интересная расцветка рукояти плюс вот эти вот все части которые сочетаются между собой вот эту вот кнопка замка и осевой винт и штифт это все подходит под дизайн этого ножа и создается впечатление какого-то очень качественного стильного гаджета но в то же время когда открываешь его и немножко задумываешься над тем на что способен вот этот вот хищный танту то понимаешь что это совсем совсем не игрушка что-то намного более серьезное на этом ножи используется очень интересный материал рукояти который называется джим маскус на самом деле это обычный хороший качественный g10 но вот это вот расцветка это запатентованная вещь на фирму хог нет разработали они это придумали и судя из названия джим маскус можно понять что закос в расцветке здесь идет под дамасскую сталь можно видеть вот эти вот все разводы и должен отдать должное что выглядит это просто шикарно ну по сравнению с каким-то обычным g10 конечно небо и земля очень красиво выглядит рукоять выполнена из вот этого вот же маску со из этого g10 никаких вставок здесь нету никаких металлических лайнеров ничего вы можете видеть что сама рукоять сами плашки эти они очень толстые здесь практически не знаю ничего не играет вот я давлю абсолютно ничего не происходит с рукоятью в плане какой-то прочности здесь все в полном порядке рукоять крепится вот на трех винтах плюс осевой естественно осевой очень мощный под клипса не видно но могу вам показать на старшем брате очень мощный осевой винт на этом ноже клипса такая же очень интересная но должен сказать что несмотря на то как она выглядит в практическом применении это одна из лучших клипс который я встречал она просто шикарно держит этот нож на кармане но в то же время она не мешает его какому-то беспрепятственному легкому извлечению из кармана одной рукой клипса переставляет переставляется для ношения типа 5 до он к сожалению только для правши вот в плане конструкции само рукояти по сравнению со старшим братом я думаю просто я немножко сравню со старшей моделью потому что свое время этот нож очень сильно всех заинтересовал но габариты здесь на самом деле не детские клинок в 10 сантиметров это не шутки общая длина 23 сантиметра и поэтому конечно я думаю вот что-то такое заинтересует вас и в принципе и меня в плане каждодневного ношения намного больше потому что это нож он меньше и удобней поэтому я хочу выделить те моменты которые здесь различаются естественно вот толщину плашек рукояти можно заметить старший брат все намного более толще значит младшая модель и рукояточка здесь потоньше замочек здесь так называемый батон лог но это очень мощный батон лог посмотрите на толщину этого винта это не какой-то тоненький штифтик который можно видеть на какие-то китайских ножах этот нож проводились испытанием самим алленом или шевецом дизайнером этого ножа и этот замок выдерживал 100 килограмм подвешенным тут вот за хвост то есть все очень очень серьезно кроме того здесь вот такой тумблер и он нужен для следующего для того чтобы фиксировать фиксировать этот замок в закрытом положении то есть дополнительное усиление этого ножа этого замка еще плюс к этому замку плюс в его в таком каждодневном использовании это то что если в закрытом состоянии этот тумблер немножко подвинуть вперед и потом раскрыть нож то тумблер заскакивает уже автоматически до конца то есть типа такое autolux то что мы знаем из серки идти если он в полностью оттянутом положении мы открываем клинок то ничего не происходит он остается открытым если мы его немножко подвинем и потом раскроем то он заскакивать до конца и дополнительно фиксирует наш замок в плане замка я уверен просто волноваться тут абсолютно не о чем все выполнено очень качественно какие любой другой узел этого ножа клиночек конечно форма танто здесь очень интересная хотя вот этот вот гребень я думаю сделано больше чисто в таких целях чтобы произвести какое-то впечатление какой-то реальная практической нагрузки он мало несет я думаю даже больше наверно мешает но так конечно все сделано очень хорошо вторичное острие очень ярко выраженное такое при каких-то щелчковых ударах я говорю в плане на живого боя будет оставлять просто бешеные раны на проникновение конечно же очень мощный кончик очень толстый не какой-то слабенький который может отломаться длина клинка 3.8 миллиметра почти 4 миллиметра сведен довольно толстовато как и старший брат здесь разницы в принципе нету вот в толщине клинка и в сведении сведения где-то в 0 7 толщина 3.8 спуске чуть выше чем от середины режет в принципе этот нож неплохо но в каких-то вязких материалах чувствует себя не очень комфортно стали клинки 154 7 и судя по тестам которые были проведены на полноразмерной версии это 154 7 выполнена очень очень хорошо прекрасно себя зарекомендовала и еще одно мое наблюдение это в общем по ножу то что мне не очень понравилось вот именно в версии с g10 это g10 он джи маскус он легче чем алюминий и поэтому из-за того что клинок на этом даже очень мощный но поверьте то есть 9 сантиметров клинок здесь очень грамотно использована вся длина клинка 9 сантиметров на ноже длина которого 20 сантиметров ну вы реально найдете мало ножей с такой длиной клинка в руке он лежит очень хорошо здесь абсолютно никаких претензий единственное что я хотел сказать вернусь к этому моменту джи маскус легче чем алюминий и поэтому в руке этот нож намного более сильно перевешивает в сторону клинка и создается такое впечатление что вот он сейчас вот выскользнет как-то выпадет из руки не совсем комфортно здесь тоже перевешивает чуть-чуть на клинок но совсем не так сильно и поэтому удержание в руке какой-то более уверенно я бы сказал несмотря на то что естественно алюминий это более скользкий материал чем g10 здесь еще такая насечка очень грамотная все очень хорошо сделано петелечка под темляк здесь тоже очень интересная ни на одном ножи я такого еще не видел цена этого ножа лично мне он достался с распродажи я вообще купил его за 100 долларов но в принципе на рынке цена в интернет магазинах примерно плюс минус 120 долларов я считаю за эти деньги это просто один из лучших выборов ножа для каждодневного ношения для самообороны для кого-то тактического применения который можно сделать я не знаю просто просто шикарный нож то есть я в этом убедился на старшей модели и когда у меня появилась младшая я ни капли не разочаровался даже рад тому что приобрел вот эти другие материалы посмотрел на этот танту это просто какой-то какой-то зверек ну вот надеюсь те кто присматривается к этим ножам вам помогло это видео сложилось какое-то впечатление о материалах о форме клинка и конечно же удачи удачи в вашем выборе все спасибо за просмотр пока бай-бай